Всем привет! Вы на канале Лара Абхазаманка. Сегодня вас ждёт домашний влог. Я приехала в гости к родителям. Сейчас иду с магазина. Какие у нас новости, узнаем чуть попозже. У меня не очень-то, не очень-то я такая злая, нервная с утра. Наверное, вы и догадываетесь, почему. Поэтому соседи, опять мои соседи, наверное, они вам уже надоели. В смысле, я надоела с моими соседями. Но это же влоги о моей жизни. Я рассказываю то, что происходит со мной. Я сегодня не спала. Опять ночь, опять не спала. Полицию не вызывала, потому что полицию надо сидеть одетой. Не в ночнушке же сидеть, одетой сидеть и ждать, пока приедет полицию. У меня уже никаких сил на это не было. То есть им пофигу, моим соседям пофигу на эту полицию. Как продолжали они куролесик, так и продолжают. Утром я вышла. Вышла из подъезда. Ну, ехала к родителям. Вы не представляете, на ступеньках сидит криминальный тип в трусах в одних, в коматозном состоянии. Вокруг него бутылки, бутылки из-под водки и маленькие бутылечки. Видимо, настойка аптечная какая-нибудь. Аптечка пьет. Это настойка. Уже на водку денег не хватает. Уже настойку с аптеки. Просто в коматозном состоянии. Я не знаю, что делать. И днем же полицию, наверное, не вызывают. Но сидит он, сидит пьяный или не пьяный. Какая им разница? У нас же сейчас нет отрезвителей. Ничего у нас нет этого. Алкашей никуда не забирают совершенно. Они никому не нужны. Друзья, подскажите, вот можно днем вызывать полицию? Потому что, ну что это творится? А вдруг он какой-нибудь, я не знаю, рецидивист? И, во-первых, он намусорил в подъезде, в подъезде не пройти из-за бутылок. Что делать в таких случаях? Куда обращаться? Я совершенно не знаю. Мне еще писали в комментариях. Обратитесь к Дому управу, там, председателю. У нас нет никакого Дому управа в доме. Совершенно никакого Дому управа нет. У нас есть просто ЖКХ, которые просто принимают заявки, вызовы и все. На остальное им наплевать, на криминал в подъезде. То есть не на криминал, а на криминальные личности в подъезде им совершенно наплевать. Я вам надоела. Я знаю, что я вам надоела, но вы, мои зрители, я вам жалуюсь. Георгины, да? Высокие. А наши георгины не такие высокие. Потом вам покажу. Как я быстро, да? А толкашей георгином? Мама уже дома. Вчера папа ее привез. Не настроение. Настроения у нее нет. И не знаю, получится ли маму снять. Нет настроения совершенно никакого. Есть на это поводы. Есть на это поводы. Ну, не буду тоже заострять на этом внимании. Не хочу. Я уже подошла к дому. Вот наш георгинчик. Вижу один. Осажали кустиков. Всем мы здесь, около забора. Один. Не ты подумай. Остальные, значит, засохли. А, вот там еще один. Но не видите, вы не распустились. От такой жары не принялись. Гладиолусы уже все зачахли. И вообще тут все зачахло. И вообще не хочу больше здесь ничего сажать. Я хочу здесь газонную травку. Я, наверное, это сделаю. Это невыносимо. Тут полоть этот ангар. Невыносимо. Ну, вы знаете, у нас же есть еще и второй ангар. Второй ангар. Сейчас я вам покажу. Вот он. Второй ангар. Это... Ой, налетело мусор сюда с дороги. Второй ангар. Это тоже невыносимо его полоть. Вы видели мои домашние видео. Как я борюсь тут с травой постоянно. Я тоже здесь хочу газонную траву. Я, правда, не знаю, кто здесь будет косить. Но надо что-то делать. Надо что-то делать. А я сегодня как бы яренья Морозова. Ну, юбка это прикол, ребят. Посмотрите. Одела. И даже не видела, что она такая огромная стала. Нет, я не похудела. Она такая была. Или резинка растянулась. Не могу понять, что случилось с этой юбкой. Сейчас прямо хоть наметать надо. Ну, как я назад поеду. Но она вся перекручивается. Ой, это вообще прикол. Кузька. Кузька. Приветик тебе от твоих любительниц. Ой, Кузька ест. Но приветик я ему передала. Кузя. Ну, кушай, кушай. А то у тебя плохой аппетит теперь. Кушай. Отвлекать не буду. Ай, что? Жарко. Жарко, Кузька. Жарко. Ну, ладно, пусть кушает. Не будем мешать ему. У нас есть немножко огурцов. Сестра привезла. Баночки на три. Трехлитровые. Мама говорит, давай в трехразовой из оливки. А то я сладила в подвал. Попробовала огурцы эти, которые холодным способом, холодной водой заливали. А мне что-то не понравилось. Мягкие. Я говорю, нет. Трехразовые делать точно не буду. Не собираюсь. Не собираюсь. Ну, тогда вот твой сама попробуй в подвале, мол, огурцы эти. Вот сейчас полезу в подвал, попробую. Чем мне не понравились эти огурцы. Но в трехразовой из оливки нет. Я не собираюсь больше делать. Так, лезу я в подвал. Помните, я вам показывала? Зимой, что ли, я лазила в сапогах охотничьих, то есть рыбацких. Сюда вода стояла по самой неболуице. Сейчас воды нет. Ой, а свет я не включила. Ладно, назад не пойду. Ой-ой-ой. Так, а какие тут мутные? Это не мои, это мама или мои. Я под пластмассовые крышки закрывала. А что ей не понравилось? А их можно открывать-то крышку теперь, чтобы попробовать? Какую банку она, интересно, пробовала здесь? Так. Ой, какие крупные. Видите, какие мы к ванной закрыли. Они там бурлят. Ой. Так, а эта баночка ничего. И тут... Это уже, наверное, лет пять ставит аджика, вся пылью покрылась. И тут бурлят. Ой-ой-ой. Сейчас вот эти, наверное, попробую. Так, куда мне поставить? Наверное, открою. Фу. О, что-то я запыхалась. Жарко. Ребята, смертельный номер. Пробую. Этот агурец. Я его разрезала, это в конце лежал, чтобы вместился. То, что надо. Водочки не хватает с хлебушком и сальцем. М-м-м-м. Пойдем, они понесу. Ха-ха. Это агрызок. Что она пробовала? Объеденье. Никакой трехразовой заливки больше не будет. Обалдеть. Просто обалдеть. Да вообще. Она не хочет сегодня сниматься. Я вам говорила об этом. Украдочкой. Люба глянуть. Она все недовольна чем-то, что помидоры засохли. О, перцы в прошлый год на огороде болели. И какие перцы были. А в этом году вообще что зря. И ботва хорошая, а перцок. С мамой поговорить у нас точно не получится. Не хочет она, не хочет она. Говорит ей не до этого. Не до этого. Представляете, откусила огурец и выкинула. И выкинула. Я как от сердца оторвала. Лису ей. А она откусила и выкинула. Лучше бы не отдала, я бы доела. Сказала, нет, мне не нравятся. Кислые. Ну, конечно. Ты ж водку не пьешь-то. Ребят, подумайте, алкашка. Да я тоже не пью. Но нравятся мне такие огурцы. Нравятся. А на винегрет, на рассольник, так вообще за милую душу. Опять иду в подвал. Включила свет. Всё-таки посмотрим, что у нас там есть на зиму. Я-то не видела ещё. Сама-то нифига не делала, кроме огурцов. А еду, как прокурор, проверять, что у нас будет на зиму. Так, 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 так. Папа уже сделал томатный сок. Мама, помните, компотик закрывала. Малиновое варенье. Как я обожаю мамина малиновое варенье. Ой, ну это не из нашей малины. Маме давали баптисты. Я вам уже говорила, угощали. Она варенье наварила. А это, наверное, смородиновый джем. Мало совсем. Клубничка. Клубничка. Тоже джем какой-то, а не варенье получилось. Или смородина, может, не знаю. А, это смородина, красный джем. Помидорчики. Что-то, я думаю, это с того года. С того года, потому что никто помидорчик не закрывал ещё. Это огурчики этого года мама закрыла. А это, мне кажется, с того года как бы... Ой, какие крупные. Ну, зачем такие мамка закрывала? Такие крупные поросята. Ну, внизу тоже она всегда ставит того года. Вот видите, ребят, даже не поелись огурцы. Ну, нафига они нужны? А там под капронами мои. Нафига они нужны? Папа. Это мы с папой. Я банки намывала все выходные. А он лечо закрывал с фасолью. Ого, сколько он уже позакрыл. Умирает, любит лечо с фасолью. И вот банки, пожалуйста. Помидоры, ну, сто процентов с того года. Но никто их совершенно не ест. Ну, зачем они нужны? Я как-то, ребят, не люблю я консервированные помидоры. Тоже поросята просто. Так, ну, здесь картошки нет. Картошки нет. Мама сказала, следующие выходные будем копать. Будем, это значит я и папа. Это щавель. Ну, это, наверное, тоже 100-летние крышки. Видите, какие грязные. Сколько он стоит? Года три? Что-то, знаете, в принципе, пускай зимой уже буду щавель варить. Не хочу сейчас ничего варить. Я думаю, ему хоть три года, хоть пять лет. Ничего же с ним не сделалось, с этим щавелем. Так, ну, вот такие у нас припасы. Как видите, небольшие, но и не нужны. Вредно консервацию есть. Тут тоже видно, лет пять стоят. Так, мне нужно водичку рыдарковую взять. О, побольше возьми, мне надо и пить. Ой, и пить. И огурцы буду закрывать же, ребят. Решила на улице банки помыть. Дома жарко, невыносимо. А здесь хорошо, тенек. Так что буду здесь мыть. Потом под кран понесу. Под кран тоже на улице. Прямо со шланга помою. Мне надо сегодня еще успеть, ребят, на вайдерис. То есть, раньше надо выехать от родителей и успеть на вайдерис. У меня сегодня там крупные покупочки. Ну, как крупные? Для меня крупные. Я вам говорила в прошлом видео, что заказала еще один пуховик. Точно такую же модель, только меньшего размера и другого цвета. Примерю, примерием, вместе посмотрим. И тогда я окончательно определюсь. То ли тот, который есть, оставлю, 56-го размера, то ли 54-го, который новый заказала. Но модель именно эта будет. Спорный пуховичок оказался много. 50% за и 5% зрителей за него и 50% против. Ну, я позвонила своему другу любимому. Сказала, посмотри видео, ты смотрел или нет, как на мне пуховик новый оцени. А он всегда мне только правду говорит. Если плохо, то он и скажет, Лара, ты на кугла похожа. Он мне так говорил не один раз. Поэтому мнение его мне ценно. Он посмотрел, сказал, мне нравится. Ты там такая аппетитненькая, хорошенькая. Еще сапожки высокие. И будешь как звезда. Цирка, наверное. Поэтому я оставила этот плащ. Этот, в смысле, не плащ, а пуховик. Это модель я оставила. Ну, вот посмотрим еще меньше размер. Но я уже знаю, меньше не подойдет. Это до зимы нет. Надо, чтобы посвободнее было. Но примерю. Ради вас примерю. Потом я получу там босоножки. Тоже надо примерить. А, и что еще? Ночную рубашку маме заказывала. Я утром пошла. А нифига. Закрыто. Я думала, Вальдрис с 9 утра открывается. А он с 10. Я полдесятого из дома вышла. Хотела уже привезти маме рубашку. Не получилось. Следующий выходной привезу. Так что, ребята, оставайтесь со мной. Будет у нас с вами еще примерочка сегодня. Банку откопала в гараже у папы. Сту лет немытая. Не отмывается. Нет, ну, надо соды и хорошо. Я не хочу в трехлитровую. Мама говорит, трехлитровую. Ну, что мне там получится тогда? Наверное, три трехлитровые. Я хочу поменьше баночки закрыть огурчики. Ой, жарко. Все-таки жарко. И здесь жарко. Чистники, а как готовые, ну, вы поняли. Потом еще стерилизовать баночки буду. Обязательно стерилизуем. И папина гаражная баночка отмылась хорошо. Ой, как хорошо, прокладно. На ноги льется водичка. Ой, я тебе на голову выглядела. Красота. Красота. Хоть в цене польются. У нас дождей уже не было. Сколько? Наверное, неделю не было дождей. И бархат все пойдет. Сама, она, неделюбая. Тоже как готовая. Друзья, все забываю вас спросить. Многие уже побывали в Абхазии. Многие находятся сейчас там. Я хочу у вас спросить. Напишите мне, пожалуйста, вы ездили на индивидуальные экскурсии? Не на групповые, на индивидуальные. Сколько вы отдавали денежек? С человека. Именно с человека. Потому что многие пишут моему другу со срытием. Он также занимается не только трансфером, но и экскурсиями. Индивидуальными. Боже мой, не могу выговорить это слово. И у него цены, значит, такие. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. До двенадцати. Это смотря откуда и куда экскурсия. Двенадцать. Самая дорогая. И люди отказываются, узнают цены и отказываются. Вот, допустим, давайте с вами возьмем девять тысяч. И вас четыре человека. Разделите. Девять на четыре человека. У вас получается две с копейками, да, по-моему. За индивидуальную экскурсию, за индивидуальную, ваш водитель на целый день, вы останавливаетесь на тех остановках, где вам интересно. А не где на групповой экскурсии вам остановят и скажут, выходите, вот смотрите. На дегустации вы тоже можете не останавливаться. Хотите, попросите, он вас завезет на дегустацию. Хотите, проедете мимо. Никто вас не заставит заехать насильно. На дегустацию. И главное, что вы будете смотреть то, что вам именно интересно, а не то, что вам покажут. Вы же видели мои экскурсии со срыклой, куда мы заезжали, какие места. Я не понимаю, как это может быть дорого. Даже групповая экскурсия и то стоит, можно сказать, дороже. Не понимаю вас, люди. Поэтому мне интересно. Напишите, друзья, сколько вы денежек отдавали за индивидуальную экскурсию на одного человека. Может, он неправильно выражается, я не знаю. И люди думают, что 9 тысяч он за одного человека берет. Это за машину. За машину. Да, для одной, для двух человек 9 тысяч. Это дорого. Если 9 разделить на 2, 4,5 тысячи. Но дороговато, да, дороговато. Но если вас 3, 4, 5, 6 человек. У него, кстати, 7-местный минивэн. 7-местная машина. То, друзья, меньших цен в Абхазии вы не увидите. А самый прикол, знаете, еще расскажу вам сейчас. Одна одинокая дамочка написала со срыкви. Вот давно хотела вам рассказать эту историю. Ну, думала, не буду. А почему не буду? Значит, написала одна одинокая дамочка. Скорее всего, она мне потом гадости и писала. И писала в интернете по поводу наших отношений со срыквой. Какое она вообще право имела лезть в наши отношения. Ну, и думаю, что это точно она. Она написала ему, что она никогда не была в Абхазии. Она одинокая. Очень хочет посмотреть Абхазию. И хочет побывать в тех местах, куда он возил Лару. Очень хочет и очень просит, чтобы он ей показал Абхазию. Она очень хочет полюбить Абхазию. Со срыквой сказал, ну, не вопрос, не вопрос. Покатаю, посмотрим, влюбитесь в Абхазию. Вот, например, экскурсия на озеро Рица. Девять тысяч. Ну, сэра примерно столько же. И что вы думаете, дамочка эта? А что, по-другому никак нельзя? Её ответ был на это. Он говорит, а как ещё? Ну, больше она не написала. Как ещё она не написала? Слава Богу, хоть на этом. Что больше не написала? Как ещё? Ну, вы понимаете? Это что вообще? Это что вообще? Я для этого телефон водителя оставляла. Кошмар. Кошмар, друзья. И вот я уверена, сто процентов, это вы, не знаю, смотрите вы меня сейчас или нет, я же вас заблокировала, писали гадости, лезли в наши отношения. Мама банки стерилизует, а я хоть немножко траву на картошке порву. Следующие же выходные копать уже. Люди в конце сентября копают, а мы в августе. В конце августа. Травы море. А картошки у них сухая ботина. А картошки у них сухая ботина. Жарко. Субтитры подогнал «Симон» Ой, друзья, не справилась. Не справилась полностью с картошкой. Посмотрите, какая я мокрая. В следующие выходные приеду, дополю сначала травку, потом начнем копать. Нет сил на такой жаре. Это невозможно. Покажу сейчас. Вот, видите, осталось там бороздок 6, наверное. А вот такой огромный участок я прополола. И вот такая куча травы огромная. Все, мама позвала на обед. Иду кушать, хотя не хочу совсем. Буду есть в гордом одиночестве. Папа не дождался меня. За телевизором смотрит какую-то передачу. И ест. Я думал, не терпелось быстрее рюмку хватить. Рюмку хватить? А что он пил? Вишневку. Ему ж нельзя, сказал. Врач сказал, все, ни грамма. Он пьет обычно, он не алкаш. А что-то подумайте. Он за обедом всегда выпивал маленькую рюмочку вишневки. А врач сказал, сейчас вообще нельзя. Никакой, ни вишневки, ничего. Так, что мы будем есть? Рыбка. Карась, мама, или что это? Ты не знаешь, как рыбка называется это? Кто? Рыбка. Как называется? Господи. Карась. Карась. Картошка, овощи, кабаска, суп с рисичками, бутерброды. Мама все ойкает, ей не нравится, что я снимаю. Обед. Было бы что показывать. А что показывать? Поздоровайся уже, мама. Все равно ты уже в эфире. День. Приехали. Да, дорогие подписчики. Что пожелать? Работы много, все травой заросло, пока в больнице было. Ну, вот, дочка пахала, там хорошо поработала. Папа Карла. Картошку полола. Уже второй раз полим, все травой зарастает. Ну, желаю всем доброго дня и доброго здоровья. Живите долго и счастливо. Подписчики интересуются, как ты чувствуешь себя-то после больницы? Ну, как я могу чувствовать, перенесши три операции. У спины был наркоз. Естественно, болят ноги, болит спина. И возраст не 20 лет, а 76. Ой. Прошло так каких-то 4 дня после операции. Копаешься. А ты не копайся. Сядь, досиди, телевизор смотри. Да. Ага. Целую ферму котов накормить. Собака слепая. Вот. Тоже не выбросишь. Кормить надо. Вот так. Раньше были курочки, теперь котики, да? А теперь котики. Раньше хозяйство было и коз держала 15 лет, даже полтора года. Двух телят с совхоза привозили. Муж работал прорабом в совхозе. Было время, когда брали телят над корм. Полтора года кормила. И свиней передержала. И бролеров, и уток им, да. И кого только не держала. И индюков 5 лет держала. Были мы все сытые, накормленные. Все перепробовала. И кур держали, пока не заболела. Деду было тяжело кормить кур. Вот. Тоже у него было окружение. Кто упал зимой. Повредил коленку. Так что сколько Бог дал, столько будем жить. Каждому свое. Кому сколько отведено. Особенно тебе привет передавала НАТО с Краснодара. Помнишь ты Кубань? Мы вроде бы как-то ездили на Кубань на машине. Ну, ездили. Кому мы ездили? Кто там у нас? Были у Армавири. Были и в Донбассе у мужа родня, у Горловки, где бомбят. Вот. Кто в Краснодаре, в Краснодарском крае, это моего отца двоюродного сын жил там. Это мы к нему, что ли, ездили в гости? Мы к нему заезжали, когда ехали у Сочи, ехали к твоему дяде. Ну, ладно. А вообще тебе привет передают со всего света. А что это сказать? Это просто НАТО с Краснодаром очень сильно просило. Сказала, передай привет. Я забыла, как это, ну, может быть, вспомню, как называется, где мы были, там, поселок или... А с Урала сколько привета тебе земляки? Уехал дед у хоромы. Квартиру такую потеряли и жили на Камском водохранилище, город Добрянка. Красившего города нигде нет, наверное. Рассказывала мама об этом. Ну, ладно, будем обедать. Эту историю про Урал уже все слышали. Будем обедать. Приятного аппетита нам и вам, если вы смотрите нас за чашечкой супа или еще. Ладно. За тарелочкой. Закругляйся. Закругляюсь. Дождик начался, пока мы обедали. Как хорошо. Хоть освежит немножко. Отдохнуть от жары от этой. Кап-кап. А я-то без зонта приехала. Кап-кап. Да и две сумки в руках. Зонт все равно не возьмешь. Буду ждать, пока дождик закончится. Да еще есть дела. Надо собрать себе, что я буду домой брать. Помидорчики, морковочки, лук. Приготовить сумки, в общем надо. Ну, придется ждать, пока дождик закончится. Жду, пока дождик закончится в беседке. Она у нас около бани беседочка. Это у мамы тут цветы. Не знаю, как называются. Отцвели уже. Я не показала в тот выходной, когда они цвели. Такие красивые цветы были. Один остался бутончик. Очень красивые цветы. Не знаю названия их. Так, а это стоит фикус. Мизософт тот огромный до потолка. Нет, цветочки политы. Мама приехала, полила все. Молодец. Сижу, блин, думаю, вот сейчас приеду домой. Опять в арфаломеевская ночь. Опять мне не спать. Завтра на работу в 6 утра какой-то наркопритон. Не нарк, они, я поняла, пьют они самогонку, водку и настойку из аптеки. Думаю, не колятся. На это у них денег точно нет. Думаю, боже мой, ну почему так несправедливо судьба? Почему так несправедливо? Муж погиб молодым. Сосед, парень хороший, я вам рассказывала, погиб на войне. Ну, дальше не буду говорить, вы скажете. Нельзя так говорить. просто несправедливо, несправедливо. Я бы их собрала, эту лкашню, построила и отправила туда, на передовую. я бы здесь осталась, переночевала. Ну, а сколько мне вставать? 4 утра, чтобы доехать, успеть на работу? В смысле, осталось бы жить. Но тоже не выход вставать 4 утра, чтобы успеть на работу. Не выход. опять же скажу, слава кому? Кому слава? Я надеюсь, что будет пенсия в 55 лет. я бы могла или работать, или не работать. И жила бы здесь. Может, работала бы только вечером. Вечерняя работа была одна. А может, бы здесь нашла работу, в этом городишке. Несправедливо все. Все как-то несправедливо. Получилось и не так много огурцов. 5 баночек всего. И не 3-х литровых, а поменьше. Но мама такая недовольная, она говорит, что не любит такие огурцы. Я буду есть с удовольствием. Это для рассольника, для винегрета. И для 100 грамм. Для 100 грамм. Вот и прекрасно. Все, я уезжаю. Две сумки у меня такие. Помидорчиков в ведро. А здесь всякое разное. Морковка, лук, творог. Ну, ты же сказал без 20. Это мало, что я сказала, а друг раньше пойдет. Значит, пойду. Ладно, все, пока. А что у тебя такой синяк на руке? Синяк отчего? А как вниз сколько? Отчего я сверху? А чего попало куда-то не туда? Вот это да. Вот тут ладно, вот такой синяк прошел. Тут все по калорию сирены. Сколько я капель не сняла. Ясно. Ну, ладно, пошла я тогда. Пока. Вон маршрутка. Ну, теперь не успела. Все. Крики. На маршрутку я опоздала, заснималась. Мама так кричала, вы слышали? Ой, я не могу над ней. Голос командирский еще есть, значит, все нормально. Жду другую маршрутку. А дождь идет. А мне уже пофигу. Пусть такой работы пусть польет меня. хорошо так. Мама что-то кричит. Положила я приставку, положила. Приставка это моя палочка. Палочка. Ну, селфи палочка. Хорошо. Прохладно. Ой, куда мне опоздать? А, нет. Стоит автобус. Жду теперь автобус. У нас еще и автобусы ходят. Такой интересный автобус. Посмотрите. пока людей мало сейчас на дачах сядет. Там мне нравится. Интересно так. У меня уже сразу порвался пакет. При входе в автобус как я понесу, не знаю. Все, выезжаю. Дождик так и идет, и все еще начинается. Может в Рянске не будет дождика. Вот домики, помните, он показывал, которые немцы строили. Все-таки их строили немцы, что бы ни говорили. Друзья, я уже домой приехала. Сейчас прибывает Борис. Вот смотрите, что он сделал, сколько он накурил. Бутылечки. Это кошмар. Это кошмар. Кто это будет убирать? Я не знаю, что делать. Я напечатаю объявление завтра для соседей. Повешиваем двери, потому что у нас дверь входная не закрывается. У нас домофон, все как положено, мы его оплачиваем. Ну, дверь на распашку. Они снимают доводчик, ломают, выключают с розетки этот домофон и ходят, все бомжи ходят сюда к нам, к этим алкашам. посмотрите, с каким я пакетом иду. Несу этот плащ на всякий случай обратно, пуховик, что его все плащом называю. Буду мерить сейчас другой. Если что, я так оставлю, другой заберу. Я, наверное, все-таки буду заканчивать ролик. Он получается очень длинным. Я обещала вам примерку другого пуховика и другие заказы получать, которые я получу, сорочку и пасоножки. Но нет, это будет уже очень длинным роликом, поэтому это будет в следующем ролике мои примерочки. Все, друзья, прощаюсь, не прощаюсь, а говорю вам до свидания, до новых встреч, всем мира и добра. Спасибо, что смотритесь на меня. Смотрите меня, видите, я уже после работы говорю ерунду. Подписывайтесь на меня, ставите лайки. Огромное вам спасибо, да, и огромное спасибо за комментарии, за добрые комментарии, душевные. Всем спасибо и за все спасибо. Пока-пока.